Погода позволяет открыть зимнюю дорогу, только вот ледовой переправы еще нет, говорят по вине всего одного человека. Все подробности в материале наших коллег. Служители Фемиды в свой профессиональный праздник получили заслуженные награды. Чествование коллективов судов и судебных участков прошло во Дворце Правосудия. В гости к законодателям. Учащиеся школы имени Пырерки совершили экскурсию в окружное собрание депутатов. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. Поварское дело, электромонтаж, ветеринария, физкультура, спорта, фитнес и предпринимательство. В округе стартовал чемпионат молодых профессионалов. Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирины Никешина. Здравствуйте! Ненецкий округ ждет открытие зимника, который свяжет его с Большой землей. Проходит этот зимник по территории Коми, а в километре ниже от Усть-Усы пересекает по льду Печору. Погода позволяет открыть зимнюю дорогу, только вот ледовой переправы еще нет. Говорят, по вине всего одного человека. В ситуации разбиралась наша коллега Светлана Некрасова. Эти кадры жители Усинского района сняли несколько дней назад. Проходящая по реке Баржа буквально разрушает лед. Как раз там, где в декабре должна бы открыться автомобильная переправа. Она часть Большого зимника и, следовательно, связующая звено между Усинском и Наринмаром. Предприниматель, владеющий паромом, как считают некоторые жители, не дает льду устояться в этом месте реки ради собственной выгоды. Мол, спрос на баржу, перевозящую грузы с берега на берег, сейчас повышенный, а конкурентов нет. Ведь действует мужчина, несмотря на закрытую навигацию. С такими морозами по-любому встал бы лед, если бы этот не гонял. Два катера специально с одного берега на другой уходят и разбивают лед. Это кроме парома делают ему дорогу. Вот так у нас в стране действуют законы. Там штраф от 500 до 1000 рублей. Так может он и будет ходить до лета? А что мешает рядом дорогу намораживать или баржу сдвинуть? И круглогодичная переправа получилась бы. Главное друг другу не мешать. У нас уже давно не выбраться. Устроить ему протест. Он в том году штраф получал, но с того штрафа он больше за месяц срубает. Он работает и за одну ходку делает больше, чем мы за месяц, а то и два-три. Я не защищаю его. Сам жду зимника и переправы. Но поставьте себя на его место. Выживает кто как может. Время сейчас такое, тяжелое. По телефону нашему телеканалу владелец парома охотно пояснил. Перевозил машины с грузами. И, кстати, была среди них даже техника Усинского дорожно-ремонтного управления. Они не успели вовремя переехать. Они ждали недели, две недели ждали. Заключены договора. Да, не исполнение договора. Размеры. Танк перештахнули. Из-за этого пришлось перевозить. Ледовую переправу мы не ломали. Мы даже не заходили на то место, где должна быть переправа по плану. Мы просто канал сделали, выходили. А канал там 10 метров шириной. Выходим, допустим, где полынья развернулись и поехали к тому берегу. Впрочем, и само место для переправы через Печору, считает Александр Мелехин, выбрано не совсем удачное. Там река затягивается в последнюю очередь. Ждать ледостава приходится долго. Перевозить машины на пароме, говорит предприниматель, закончил еще в конце прошлой недели. И, мол, сейчас лед на месте переправы уже стоит. Так что Усинскому ДРСУ стоило бы поторопиться с работами. К слову, в прошлом сезоне из-за непривычно теплого начала зимы открыли проезд по Печоре лишь в середине января. Тогда же автодорогу «Изимник» на своей машине лично проинспектировал губернатор Нениского округа Александр Цибульский. За большую часть дороги жизни отвечает именно соседний регион. Очень много машин идут с перегрузом и, нарушая правила дорожного движения и перевозки грузов, сильно разбивают ту инфраструктуру, которую мы строим для всех. И наша задача – создать систему, при которой машины с перегрузом все-таки несли ответственность за то, что они убивают инфраструктуру общественности. Надо сделать пункт весового контроля, четко работающего, для того, чтобы он мог, с одной стороны, эффективно работать, не позволяя нарушать правила, а с другой стороны, не мешал движению тех людей, кто едут в соответствии с этими правилами. Проминание снежного полотна, проливка дороги и вешкование – именно так именуются подготовительные этапы к запуску зимника. Со стороны нашей республики отвечает за его качество Усинское ДРСУ, выполняющее около четверти работы. От соседей – строй-универсал. Уже с завтрашнего дня у наших соседей сезон зимников будет открыт официально. Профильный окружной департамент разрешит движение механических транспортных средств по тундре, а значит и подрядчик уже сможет выходить в поля. На устройство дороги на Рейнмар-Усинску идет около 13 миллионов рублей. Еще 84 потратить придется на содержание. Проработать для жителей сразу двух регионов большой зимний проезд должен до самого апреля. Но вот когда он откроется, пока вопрос открытый. Законодательное обеспечение развития рыбохозяйственного комплекса в арктической зоне Российской Федерации обсудили участники Совета по Арктике и Антарктике. Он прошел в Москве. Как отметил депутат Госдумы от Неницкого округа Сергей Коткин, данные вопросы уже не один год находятся в стадии рассмотрения. По словам депутата, водные ресурсы имеют стратегическое значение для арктических регионов, в частности для Неницкого округа. По обеспечению развития рыбохозяйственных комплексов. Поднимали вопрос, я лично задавал этот вопрос заместителю руководителя Федерального агентства по рыболовству, Соколову Василию Игоревичу, о том, что когда все-таки мы увидим проект федерального закона в Государственной Думе о любительском рыболовстве, то, что ждут жители Неницкого автономного округа. Он заверил, что к концу года этот проект закона, он в первом чате у нас уже принят, будет внесен в Государственную Думу. И вот в самое ближайшее время мы планируем его рассмотреть. Там, кстати, очень много предложений от Неницкого автономного округа. Абсолютное большинство из них вошло в проект закона. Мы надеемся, что в самое ближайшее время мы рассмотрим вот этот проект закона о любительском рыболовстве. Еще один вопрос, который был рассмотрен на заседании, касался прибрежного рыболовства. В частности, речь шла о налоговых и льготах для данного вида деятельности. По словам Сергея Коткина, с принятием данного решения, прибрежное рыболовство можно будет активно развивать. Свой профессиональный праздник накануне отметили юристы Неницкого округа. Во Дворце правосудия в этот день за профессиональные заслуги и личные достижения чествовали судей и работников коллективов судов и судебных участков, осуществляющих свою деятельность на территории Неницкого округа. Объявляется благодарность Совета судей Неницкого автономного округа помощнику председателя суда Неницкого автономного округа Алексею Андреевичу Хагину. Благодарственных писем удостойны победители конкурса профмастерства, а также команда судей, занявшая второе место в турнире по волейболу, посвященному Дню юриста. Я хочу вручить вот этот кубок МИКа и диплом помощнику судей Наримарского городского суда Ирине Владимировне. Я не знаю, кто был, конечно, на последней игре, которая первого-второго места. И вот, честно говоря, Ира, конечно, умничка молодец. Пять сетов отстоять, когда играет противоположная команда ОВД, и не уйти с поля, и достойно принимать мячи, которые, когда будет мужчина. Это большого стоя. Но не только спортивными достижениями могут гордиться работники коллективов судов и судебных участков. Их работа и прямая обязанность добиваться справедливости в разрешении конфликтов. Наша задача рассматривать те дела, которые к нам поступают. Конечно, это целью судебной деятельности является все-таки рассмотрение и разрешение споров. Если человек идет в суд за разрешением своего спора, наверное, это будет более правильно, чем решать его в каком-то ином порядке, силовом и так далее. Поэтому нет, мы такого, наверное, не желаем. Мы желаем, чтобы люди как раз решали свои споры цивилизованным путем, так как это предусмотрено и законом, и Конституцией Российской Федерации. Я поздравляю всех коллег с нашим профессиональным праздником. У судебной системы это, по сути дела, единственный праздник. У нас нет, допустим, органов прокуратуры, дня прокуратуры, дня сотрудников органов внутренних дел. Поэтому мы считаем своим вот этот именно праздник. Хотел бы пожелать всего самого хорошего, здоровья, добра, материального благополучия и морального удовлетворения от своей работы. Александр Лисицын в суде Ненинского округа работает уже 10 лет. За большой личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия, председатель судебной коллегии по административным делам суда Ненинского округа награжден знаком отличия второй степени судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации за усердие. К выполнению служебно-боевых задач готовы. Такую оценку поставили Управлению Росгвардии по Ненинскому округу по результатам итоговой проверки за 2018 год. В течение пяти дней работу ведомства проверяли офицеры Северо-Западного округа войск Национальной гвардии под руководством генерал-майора полиции Михаила Соболева. Комплексная группа изучила положение дел в территориальном органе и его структурных подразделениях, в том числе в отделе вневедомственной охраны и в Центре лицензионно-разрешительной работы. Военнослужащих и сотрудников Росгвардии Крайнего Севера проверили на знания основных предметов обучения. У них приняли итоговые зачеты по физической и огневой подготовке. Это челночный бег, отжимания от пола, подтягивания и плавания на дистанцию 100 метров. Кроме того, они выполняли нормативы по сборке и разборке пистолета Макарова, а также упражнения контрольных стрельб из пистолета, автомата и пистолета-пулемета. Личный состав управления Росгвардии по Ненецкому округу успешно справился с поставленными задачами. Сотрудники продемонстрировали хорошие знания таких важных дисциплин, как военная топография, медицинская подготовка. Стоит отметить, что наравне с мужчинами бегали, отжимались, выполняли боевые приемы борьбы и метко стреляли по мишеням из пистолета, хрупкие с виду девушки в погонах. Однако внешность обманчивая, и многие из них с первого раза попадают в десятку с 25 метров и кладут на лопатки любого соперника. На экскурсию в окружное собрание депутатов отправились девятиклассники из Ненецкой школы-интерната имени Пырерки. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. О работе регионального депутатского корпуса школьникам рассказали спикер окружного собрания Александр Лутовинов и председатель комиссии по госустройству и МСУ Александр Чурсанов. Девятиклассница Маша Соболева родом из Бугрино. Девочка мечтает, что после окончания школы продолжит свое обучение на юридическом факультете, а потом, возможно, попробует избраться и депутатом. Ведь в родном поселке столько проблем, которые требуют решения. У нас там школы нет, и получается, школа только до четвертого класса, и не все хотят оттуда улетать, многие хотят там остаться, но так как нет школы до девятого хотя бы, всем приходится ехать в интернат или в какие-нибудь другие школы. Наверное, что-то сделалось с берегами, потому что у нас там берега осыпаются, и некоторые дома бывают, что падают под берег. Ну, совсем уже старые, получается, люди же переселяют, со временем дома падают под берег. За столом в актовом зале администрации округа, на местах, где обычно заседают представители региональной законодательно-исполнительной власти, сегодня школьники. Ученики девятого класса Ненецкой школы-интерната пришли на экскурсию узнать о работе депутатов. Какая наша маленькая конституция? Как она называется? Пустая. Ну, смелее. Пустая. Экскурсия в собрании депутатов приурочена ко Всероссийскому дню правовой помощи детям. Традиционно в этот день во всех регионах России организуются мероприятия по консультированию населения в области прав детей, а также по вопросам опеки, попечительства и детско-родительских отношений. 22 ноября был Всероссийский день правовой помощи детям и проводили теоретический урок в школе имени Перерки. И ребята заинтересовались, а как работает у нас собрание депутатов, где оно находится. Были им показаны материалы, открытки, то есть теоретически все было показано. И вот мы решили прийти посмотреть, как действительно работают наши депутаты. О тонкостях работы окружного собрания ребятам рассказывает спикер Александр Лутовинов и председатель комиссии по госустройству и местному самоуправлению Александр Чурсанов. Совсем недавно удалось провести открытый урок по правам детей. И в конце я спросил у наших школьников, вообще знаете, что такое собрание депутатов, кто такие депутаты, какие депутаты представляют наш народ. Ну вот они затруднялись ответить. Где и как принимаются законы, какие обязанности возложены на народных избранников, обо всем этом наглядно ребятам рассказал Александр Лутовинов. Чисто рабочий кабинет, еще раз повторяю, те, которые на непостоянной основе, они имеют возможность здесь раздеться, взять компьютер, поработать. Экскурсия завершилась в кабинете спикера регионального собрания депутатов. Со школой вашей будем дружить, как дружили, так и будем дружить. Поэтому мы открыты, приглашайте. Депутаты надеются, что подобные встречи со старшеклассниками из городских школ станут традицией. Ведь очень важно, чтобы подрастающее поколение принимало активное участие в вопросах развития округа и страны в целом. В окружной столице прошел межрегиональный форум «Северный род. Сильный народ», организованный этнокультурным центром НАУ. Форум проводится раз в три года и собирает тех, кто чтит и помнит свои корни, изучает родословную, знает родной язык и культуру. Заключительным мероприятием межрегионального форума стала встреча староверческих родов. Участниками деловой встречи стали в том числе и приезжие специалисты. Это преподаватели учебных заведений, руководители различных мастерских, исследователи фольклора и не только. Все они говорили о культурных традициях старообрядцев, а также о подготовке мероприятий к 400-летию протопопового вакуума в 2020 году. Всего было представлено 10 докладов. Участники круглого стола рассказали о своей деятельности и обменялись опытом. Так, например, руководитель московской мастерской традиционной одежды Марфа Ирина Крутова высказалась о важности сохранения народных художественных промыслов в России и представила целый образовательный проект на эту тему. Мы не против западной культуры, не против западных или каких-то современных технологий, потому что очень много бывает нареканий по анкетированию. Но вы же нас обращаете в музейный какой-то там, ну то есть покрытый пылью, эти игрушки уже в них никто не играет, но есть четкий отклик детей, что очень нравится. Они с удовольствием играют в предметы, которые украшены народными промыслами, которые выполнены из дерева, а не из пластмассы. То есть они более живые, плюс народные промыслы – это ручной труд. Ну а по завершению работы круглого стола в фойе второго этажа Дворца культуры Арктика открылась тематическая выставка Александра Чупрова, историка-фотографа, а также автора-составителя книг по краеведению. Экспозиция отражает наиболее памятные события жизни староверов Ненецкого округа в период с 2004 по 2012 годы. Торжественная церемония открытия окружного чемпионата. Молодые профессионалы WorldSkills Russia состоялась накануне в Наринмаре. В течение трех дней молодым профессионалам предстоит соревноваться в пяти компетенциях – поварское дело, электромонтаж, ветеринария, физкультура, спорт и фитнес, а также предпринимательство. Всех участников регионального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia клянемся уважать и соблюдать правила, по которым они проводятся. На торжественной церемонии открытия присутствовали участники соревнований, эксперты и болельщики. В этом году участие в чемпионате принимают порядка 50 студентов и учеников старших классов. Школ наибольшее количество участников в этом году зарегистрировано в компетенции предпринимательства. Мы обязуемся предоставить всем участникам равные условия для выступления, соблюдать кодекс этики, а также клянемся в связи справедливо и профессионально. Главные эксперты чемпионата, которым предстоит оценивать участников, приехали в Ненецкий округ из Москвы, Тулы, Тольятти, Котласа и Казани. Всего к проведению третьего регионального чемпионата WorldSkills Russia привлечены 50 экспертов. Помощь в организации чемпионата оказывают 50 волонтеров. В этом году впервые мы показываем площадку по специальности электромонтаж. Представляет ее Ненецкое профессиональное училище. Также уже прочно вошло в наше движение компетенция поварское дело. Здесь активно принимают участие обучающиеся Ненецкого аграрно-экономического техникума и Ненецкого профессионального училища. Компетенцию физической культуры, спорт и фитнес у нас продвигает социально-гуманитарный колледж. Соревнования будут проходить в течение трех дней на базе профильных, средне-специальных, общеобразовательных учреждений округа. На подставлю участников соревнований представители окружной законодательной и исполнительной власти. От себя лично хочется поблагодарить организаторов данного мероприятия, Владимира Абрамова. Мы все как раз сознаем, что во всем мире данное мероприятие проходит уже, данное движение, 65 лет. И в нашем округе это уже третий чемпионат. И хочу сказать, что именно от рабочих специальностей напрямую зависит качество жизни обычных жителей. Проект реализован при поддержке администрации Ненецкого округа в рамках социально-экономического сотрудничества с недропользователями. Ольга Руслова, Вадим Носкин, телеканал «Север». Вы смотрели новости на телеканале «Север». Напомню, их также можно увидеть на нашем сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...